Друзья, всем привет! С вами Жардин, ведущий канала Футбол Жилой. И сегодня мы с вами находимся в Актюбе, чтобы показать вам матч 13-го тура КПЛ, матч между Актюбе и Таболом. Сегодня ожидается интересная игра. У Актюбе на кону первое место в КПЛ в случае победы. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Сегодня мы снимаем интересный, крутой влог с этого матча. Как настроение? Нормально. Чего ожидаешь от сегодняшней игры, от нашего клуба? Конечно же победа, но хочу, чтобы Актюбе сегодня выиграл и вышел на первое место. Хочется, чтобы Актюбе каждый раз победил чемпионство, и все такое. Как думаешь, какие шансы у Актюбе в этом сезоне на титул КПЛ? Сто процентные. Вышли, конечно, вчера Кубок Казахстана, и сегодня мы должны обязательно выиграть. Ну и не только сегодняшний выигрыш нужен нам, но и конференция лига стоит, задача выиграть Сараева. Думаю, что мы и этот матч вынесем, и Сараеву тоже. Как думаешь, стоит ли Максиму Самородову переходить в Европейский клуб? Сейчас ходит очень много слухов касательно перехода Макса. Как ты считаешь, нужно ли Максиму перейти в Европейский клуб, либо все-таки остаться еще на один сезон в нашей команде? Ну, если он хочет остаться, он должен остаться до окончания Еврокубков. После Еврокубков он может уходить в Европейский клуб. Какая позиция нуждается в усилении в нашем клубе, по-твоему? Полузащитники форвард. Девушки, всем привет! Чего ожидаете от игры Актюбе сегодня? Победу? Да, победу. Как думаете, с каким счетом завершится игра? 3-1. 3-0 без игры? 3-0, наверное. А как часто ходите на матч Актюбе в целом? Мы вообще не ходили до этого. Мы на матч с Кайратом ездили. А, вы на матч с Кайратом ездили? А для вас это первый матч, как я понимаю. Чего предвкушаете от этой атмосферы? Что слышали в целом о фанатах в Актюбе? Ну, они прям ярые фанаты футбола, думаю, наверное, будет такой, знаете, такой, незабываемый матч, наверное, скорее всего. А какой счет? 3-0, думаю. Ваш вариант? 2-0. 2-0? Ради. Друзья, матч начался. Да, честно сказать, атмосфера уже огненная на поле. Только что был очень опасный момент от нашего футбольного клуба. В целом счет мог становиться 1-0, но немного не повезло. Не хватило, как говорится, пару сантиметров для взятия ворот. Ну, а мы смотрим матч дальше. Это только первая минута, и я жду и уверен, что без сомнений нас с вами ожидает яркая игра. На 20-й минуте матча, после красивой подачи сланга, Ислан Чесноков отправляет мяч ворота футбольного клуба Актюбе. 1-0, команда из Култаная впереди на центральном стадионе. Ну, а мы смотрим матч дальше. У Актюбе есть еще целых 70 минут, чтобы переломить ход игры. Актюбе в целом не впервые отыгрывается у себя на поле. Кстати, интересный факт. Актюбе не проигрывает на центральном стадионе нашего города уже более тысячи дней. И я думаю, сегодня эта тенденция может продолжиться. Друзья, на 28-й минуте игры Эльми Сауди, нападающий футбольного клуба Томол, удваивает преимущество Костанайской команды. И как итог, к 28-м минуте 2-0 гости впереди. Друзья, отменяет гол в Актюбе. Как будто бы взятие ворот было чистым. Но это лично мое мнение. Но приду вечером, посмотрю повторы обязательно. Странная ситуация, но ладно. 0-2, Тобол по-прежнему ведет. Друзья, отменяет гол в Актюбе, отменяет гол в Актюбе. На своей памяти я впервые вижу подобное на центральном стадионе Актюбе проигрывает по сопернику за счетом 3-0. Гол забил Иванович. Костанайцы ведут уже в три мяча на центральном стадионе в Актюбе. Фантастика, честно сказать, я такое вижу впервые. Первый тайм завершен. Счет 3-0 в пользу Костанайской команды. Ну а я лично надеюсь, что во втором тайме мы увидим хотя бы парочку голов от красно-белых. Ну а мы сейчас идем на перерыв 15-минутный. Ну а далее нас с вами ожидает второй тайм, где, я надеюсь, мы снова увидим много интересных голов и опасных моментов. Бро, можешь ли сказать, вот в чем причина, почему Актюбе пропускают в первом тайме три от принципиального соперника? Мне даже нечего сказать, что происходит сейчас на центральном стадионе. 3-0 это вообще никуда не годится. Тем более третий гол они забили издевательским способом. Просто по флангу там Каиров не добежал. Уже даже не верится в камбэк, потому что футболисты сами расстроены, не хотят играть, будто бы при такой поддержке я бы даже и при 5-0 бегал бы, честно говоря. Я не знаю, чего вам, чего им не хватает. Я считаю, даже неохота ничего говорить, честно, нет слов. Я уже подготовил парочку интересных вопросов главному тренеру, а есть ли у тебя вопросы на пресс-конференции к нашему наставнику? Я уйду с нее. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С 11-метровой отметки счет 1-3 Ребята, у меня возник очень интересный вопрос для главного тренера. Почему у нас нет штатного исполнителя? Только что произошел конфликт после нарушения штрафной. Игроки не могли понять, кто же будет исполнять 11-метровый удар. Но в итоге подрех в трибуну выбор пал на Алибека Касыма, который развел Стаса Покатилова и мяч по разной сетке ворот. Счет 1-3. Гол забил футбольный клуб Актубе. В частности, Алибек Касыма. ПОСИТСКОЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорни Ромеро отправляет мяч в сетку в ворот с 11 метровой отметки Просто два пенальти подряд Нарушение на Айдрисе в Майме И уже со второй попытки Ромеро отправляет мяч в сетку в ворот 2-3 Возможно мы сегодня увидим камбэк, ребят Ставьте лайки, ставьте огоньки, жду ваших комментариев Сет стал 2-4, дубль оформил Ислам Чесноков У Актубе есть ровно 15 минут, чтобы как-то повлиять на счет и изменить ход встречи Сет стал 2-3, дубль оформил Ислам Чесноков Судья отменяет решение ставить 11-метровый удар в ворота футбольного клуба Тобол Честно сказать, пенальти там был очень близко и возможно мы с вами могли увидеть 3 пенальти в одном матче ворота одной команды Честно сказать, такое я вообще в целом вижу впервые Как-то так Ромеро, Дорний Ромеро отправляет мяч в сетку в ворот Просто сказка на центральном счет 3-4 Дорний Ромеро отправляет важнейший мяч на 91-й минуте У Актубе есть еще целых 6 минут, чтобы забить еще один Сейчас вот с вами пойдет открытый футбол без защиты Какой момент был у Жай Рожана, чтобы забить 4-й гол и сделать... Ислам, с победой! Можно пару комментариев вообще в целом? Как принципиально было тебе забить дубль в ворота Актубе? Никак не принципиально, почему мне должно быть принципиально? Ну эмоции опиши Нет, просто я пропустил из-за травмы, поэтому для меня это как глоток воздуха, я очень рад этой победе Какая установка была перед матчем в Актубе? Никакая, как не могу раскрывать, так скажем, но сказал играйте как команда, вы все можете и не бойтесь Спасибо большое Ребят, мы с вами увидели огненный матч в Актубе, целых 7 голов могло быть и больше Но честно сказать, атмосфера была супер, контент получился без сомнения крутой Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жду ваших реакций в комментарии, ребят Сейчас идем на фрес-конференцию, ну и пообщаемся с игроками обеих Я ничего не буду говорить, просто у нас следующий там, QFL, бляд, какая-то лига Давай просто их вынесем на выезде тоже, парни ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В анализе игры мы знали, что будет очень сложная игра, потому что команда пробивает игр очень атакующий футбол. Мы знали, что самое лучшее качество этой команды. Наш цель был, чтобы самородово остановить и что нападающий. Мы знали, что сегодня мы играли много проблем в последних месяц. И Давид Хенан, и Чесноков, и Шонегатов. Пауза была большая. Но я думаю, что сегодня мы заслужили три ачка. И это победа. Я хочу поблагодарить игроки все. Стручный штаб футбол клуба «Тобо», все маленькие. Это подарок. Я знаю, что здесь это дерби, когда играют «Тобо» и «Актобе». И это подарок за маленькие в Костанае, за Костанаевский город. Это очень важная победа. Я думаю, что здесь нет, кто когда играл. И я хочу поблагодарить это «Балейшики», «Октобе», это «Слава», это… Я не знаю, что это… Знаете, когда вы готовите игру, примерно, на дизельнике, когда их даете на искусственном поле, когда их даете на структуру, когда их даете на структуру, метафтарай футбол. И я вам скажу, что наши игроки сами были на эту игру. Они были очень очень настроены на эту игру. Они были очень настроены на эту игру. И они были победы, каждый, каждый. И еще раз хочу поблагодарить игроки «Балейшики» «Балейшики», «Балейшики». Тоже сказал. Сказать. Такой матч. По нокалу непростой. Но если посмотреть ошибки, непрохоченные мячи, ну, конечно, я думаю, что здесь лишнего немного говорить, то вот обвинять, искать трайнеров. Единственное, что было добавить, чтобы команда нашла все силы, проявила характер, и мы старались исправить эту ситуацию. В принципе, были рядом. Поэтому порадовываем этот характер.